Жанр вестерн Жанго освобожденным предстает как отвратительнейшее явление, которое следует уничтожить. Режиссер в своей истории выглядит исторически достоверно, но все же свой статус скандального режиссера вновь оправдал, в очередной раз подорвав нормы и устои вполне оригинальным образом. Фирменные приемы Тарантино ходят по краю между стилем и любительской съемкой, но в итоге остаются в голове памятной деталью высокого класса. Повествование ведется через добрую порцию насилия, юмора и поистине потрясающих диалогов, где слова летят как пули, точно и на поражение. Стилю Тарантино характерна сцена жестокости и в данном конкретном фильме можно выделить два типа. Первый традиционный тарантиновский с фонтаном крови и внутренностями храма души. И второй настоящий, реальный, который применялся в отношении чернокожих рабов. В фильме присутствуют достаточно болезненные сцены, которые выносят Джанго на другой уровень и заставляют воспринимать его несколько иначе, нежели обычное развлекательное кино, вскрывая вновь и без того медленно затягивающиеся шрамы Америки. Впрочем, несмотря на серьезную тему, поднятую в фильме, в нем есть и место для отличного юмора, начиная с вестерн-штампов и заканчивая музыкальной подборкой. Напоследок, возвращаясь к штампам рецензиста, хотелось бы отметить как актерский подбор, так и саму игру актеров. Особенно загримированного до неузнаваемости Самуэля Эль Джексона, превосходно сыгравшего чернокожего дьявола во плоти, гротескного ниггера. Также остался покорен Кристофером Уолтсом, совершенно справедливо награжденного Золотым Глобусом. Ну и напоследок, считаю прекрасным стечением обстоятельств, что на главную роль в итоге попал Джейми Фокс, а не Уилл Смит. Подкаст «Сегодня в кино» настоятельно зазывает вас в кинотеатр. Джанго – новый виток в жанре вестерн, рожденный маткой Тарантино. По-мужски кроваво, сильно и с острой словесной перестрелкой. Это самые незаметные три часа в вашей жизни.